Добро пожаловать на московское черепите! А еще я взял на себя смелость угостить вас чаем. Вы любите чай? А кто ж его не любит? Конечно, конечно, люблю. И я погляжу, здесь у вас еще и сахар. Это ж надо. Вот, спасибо вам. Кусковой сахар, он такой плотный, такой крепкий. Знаете, вот этого кусочка на всю чашечку хватит, да. Да. И очень хорошо, что он именно прессованный, понимаете, а не развесной. Да? Да. Почему? А вы знаете, дело в том, что развесной он хранится в мешках, понимаете? Да. И там бывает, попадаются в этом сахаре-песке, знаете, такие ворсинки, да, от ткани мешка. Надо же, я никогда этого не замечал. Правда? Вы знаете, развесной лучше все-таки в тесто гласть, а к чаю вот кусковой, прессованный. Да. Вы знаете, чай тоже должен быть горячим, свежезаваренным. У нас в семье с этим строгом. Мы, знаете, старый остывший чай никогда не пьем, да. Вот когда собираемся всей семьей за большим столом, можем немножечко кипяточку в заварник добавить. Но если остынет, то только в гриб. Да? Да. А в какой гриб? В чайный. Вы знаете, у нас... А, да нет, что вы. В чайный гриб. У нас на подоконнике у мамы стоит чайный гриб. Знаете, сейчас считайте очень полезно, да. И чтобы вот не пропадало. Может, чайный? Да, с удовольствием. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, у меня подруга есть, Таня. Да, я помню, только-только мы в институт поступили, и я в гости к ним попала. А дело в том, что папа у Тани, он, знаете, он морской офицер, он военный. Да, он, кажется, полковник даже. И они раньше даже в другом городе жили, потом сюда перебрались, в Москву. Вот я к ним в гости попала. И было принято всех вечером чаем угощать. Чай налили. Все сидят, пьют, а я не пью. И папа Таня спрашивает. Лара говорит, а ты что, не любишь чай? А я говорю, очень люблю чай. Вы знаете, надо сказать, что просто до этого там было застолье, понимаете? Ну и нас немножечко там угощали. Вот у нас студенты так немножечко угощали вином, да. И, наверное, я от этого осмелела. И папа Танин говорит, а что ж ты наш чай-то не пьешь? А я говорю, вы простите, пожалуйста, но у вас не чай. Представляете? Так я сказала. Я говорю, только свежезаваренный пью. Пошла, заварила, мы выпили. А в следующий раз, когда я к ним в гости попала, папа Таня все шутил. Говорит, Лара, ты внесла в наш дом большие траты. Теперь у нас никто не пьет старый чай. Представляете, да? И вот. Может, вам с лимончиком или с молоком? Да? Нет, вы знаете, я никак не пью ни с лимоном, ни с молоком. Спасибо, конечно. А вы пьете с молоком? Да. А с чем еще пьете? С вареньем. С вареньем. Как же так? А, ну, расскажу. Давайте. Понимаете, в Москве не хватает физиков-математиков. И все студенты, все как один, собрались, пошли, и я вместе с ним. У меня огромный кабинет физики. Ага. И огромная лаборантская. Ага. Вот все кабинеты у нас на три окна, а мой кабинет на четыре. И лаборантская еще на два. То есть, получается, что мой кабинет на третьем этаже равен по площади двум кабинетом на втором. Ну да, так и получается. Но у меня кабинет 40 квадратных метров, и лаборантская 60. 20 всего 60. Хорошо. Расторно, правда, выходит у вас там в кабинете. Вы знаете, у меня в лаборантской стоит большой стол, за которым мы пьем чай. С моими учениками. С учениками? Да. Они забирают ко мне. Глаза горят, голодные. Сергей, Сергей, чай, шмык в эту лаборантскую. А я в этот момент урок веду или консультацию какую-нибудь. А они, Сергей, Сергей, чай, туда. И шмык. Шмык. Да, просто у меня там всегда чай есть. У меня всегда сахарок есть. И у меня же кипяток можно вскипятить. Да. Да, у меня на демонстрационном столе стоит газовая горелка. А в французской двухкомфорочная газовая плита. Любят ко мне, знаете, особенно когда экзамены, июнь, июль, буфет закрыт, а чай все любят пить. Ну и приходят, кто что с собой принесет, кто сахарок, кто сладости какие. И самовары. Вы тоже, наверное, любите самовары. И самовары? Чай пить. А очень люблю. Да? Да. Вы знаете, люблю, да. Это вот, правда, деревенская уже теперь история. А в городе-то и самовары чай. Конечно, конечно, деревенская. Вы знаете, у меня просто тетка живет в деревне как раз двоюродная. И мы, когда к ним в гости ездим, всегда ставим самовары. Ну, в деревне тоже самовары ставим. Да? Да, все собираются за большим столом. Ставят самовар и, знаете, сахарок на маленькие чешуйчики вот так делят и в пикуску с чаем. Да? Сидят, сидят. Пока весь самовар не выпьют, так и будут сидеть. Вы знаете, очень хорошо, когда нигде посидеть вот так вот. Вот у нас квартира небольшая, как-то особо и не рассидишься. И знаете, дело в том, что я коренной москвичка. Вот, и моя мама, она родилась на Никольской улице. Вы знаете, где Никольская улица? Я знаю. Да, она недалеко как раз. Вот, вот, Красная площадь выходит туда, к Никольской башне Кремля. Чешовское подворье, вы знаете? Чешовское подворье. Кажется, на Никольской, где-то там. Да, да, да. Вот именно там, вы знаете, вот там мы и живем. Значит, я, мама, брат мой. А все же мыть нужно. Это вот маленькая раковина на кухне и там из горячей воды. Но я обязательно поставлю большую в ванную, пока припылиться мыться в Даниловских банях. Но я кухни по размерам уменьшу, чтобы... Да. Сергей. Вы знаете, сейчас даже такой анекдот по Москве ходит. Да. Какой? Говорят, хотите встретить коренного на сквечах? Идите в баню. Лара, это вам. Да ну что вы, не стоит. Нет, это вам. Это для вас. Лара, скажите, мы сможем увидеться еще раз? Конечно, вы приходите к нам. В воскресенье. Да. Да, вы знаете, у нас такая традиция, мы пирожки печем всей квартиры. Да. Ну, в субботу день рабочий получается, мы только тесто ставим. А вот в воскресенье собираемся все, чтобы вот пирожки с чаем. Ну, вы как, вы придете? Приду. Конечно, я обязательно приду. Правда? Ой, вы знаете, у нас тесто, оно действительно очень вкусное, оно настоящее у нас, знаете, все, потому что оно на закваске прямо, оно вот пышненькое такое, на дрожжах, да. И пирожки у нас, они тоже очень, знаете, они хоть и маленькие у нас получаются, но зато они такие мягкие, ароматные. И начинку мы совершенно разную кладем, вот картошечку, вот, можем капусточку и яйцо тоже. Вы любите? Мы тогда еще с гречневой кашей сделаем. Да. И, возможно, будет даже то. Вы простите меня, простите, пожалуйста, я, это я что-то просто перепутала. Это такая, как бы торт. Да, торт. Вы знаете, торт, он же как-то по великим праздникам, только, да. Да, конечно. А пирожки будут, я обещаю, вы. Продите. Вы знаете, вы тогда вот этот синенький не берите, вот, в упаковочке, знаете, он, он, как сон. А вот индейский, со слонами, вы знаете, вот его возьмите, он, вкусный цвет, у него лентарный. Хорошо, сено не будет. Да. Ну, тогда, на субботу. Ну, это воскресенье. А человеку нужен крепкий чай, а не меха какие подороже, и просто слышать, как же я скучала. И улыбаться я скучала тоже. А человеку нужен дом и сад, и два окна, и старенькие двери, и просто слышать, как тебе я рад. И отвечать, ах, как тебе я верю. Нужна заря и в окне, тихий стул, и верный пес, который скрасит вечер. И просто слышать, что с тобой, друг, и отвечать, хочу расправить плечи. Да, человеку нужен крепкий чай, и к чаю за столом родные люди. И просто сердце, сердце отвечать, иметь пустя, вечно, 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 вечно. К чай, и вечно. Субтитры создавал DimaTorzok Я думала, может быть чай Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok